И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. В этой серии, друзья, мы с вами посетим самые красивые места во вселенной. Я сразу оговорюсь, что данная серия будет разбита, скорее всего, на три части. Поэтому эта серия будет посвящена именно, скорее всего, самым большим туманностям и, на мой взгляд, самым красивым. Даже некоторые туманности вы сможете рассмотреть со своего телескопа. Да, даже небольшого телескопа. Туманности мы с вами будем посещать вот на таком космическом межпланетном корабле. Да, мы сейчас пока вокруг орбиты Земли, и буквально через минуту мы отправляемся в новое путешествие. На мой взгляд, куда первое путешествие должны мы с вами совершить, это, скорее всего, туманность столпы творения М16. Ну что же, я желаю всем приятного просмотра. Пристегните ремни. Будет очень интересно. Ну, а тебя я попрошу поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. Полетели, друзья. Всем приятного просмотра. Ну что же, по-моему, мы уже прилетели к нашему месту назначения. Вот она, туманность М16. Скопление межзвездного газа и пыли в туманности Орел. Находится, ну, как я люблю это говорить, всего лишь, в кавычках, от Земли в каких-то семи тысячах световых лет. Посмотри. Что мне именно интересно сегодня, это именно сами столпы творения. Вот они. Наш корабль начинает потихоньку ускоряться. Мы прибавим скорости. И сейчас попробуем долететь до столпов творения. Скажу сразу, друзья, что длина одного пальцеобразного выступа... То есть, обрати внимание, как будто ты видишь пальцы, да? Три пальца. Но, скорее всего, два, я думаю. Длина одного пальцеобразного выступа около 200 астрономических единиц. То есть, 29 миллиардов километров. Это колоссальное просто расстояние. В голове не укладываются, опять же, эти цифры. О, боже, да. Ну, чтобы ты бы знал примерно, расстояние от Земли до Солнца... Одна астрономическая единица. Ну, приблизительно в одном этом пальце, наверное, может поместиться четыре солнечных системы. Даже если приблизительно брать расстояние от Солнца до пояса Койпера, 50 астрономических единиц. То есть, практически четыре солнечных системы в этом большом пальце. Это очень классно. Да, здесь довольно-таки очень красиво, я скажу. Газы и пыль раскинуты на много световых лет. И вообще, эта туманность очень масштабных размеров. Вот только бы найти бы здесь какую-нибудь планету с жизнью. Что, наверное, скорее всего, маловероятно. Ну, если только мы сейчас найдем какую-нибудь звезду в этой туманности. Давайте оставим наш межпланетный корабль в покое. Пускай он остается на месте. Мы еще к нему вернемся. И посмотрим на звезды. Что у нас по звездам? Белая звезда. Так, подожди, а именно в столпах творения есть какие-нибудь звезды? Нет, ничего подобного. И это, конечно, очень печально. Было бы интересно посмотреть на столпы творения и все остальное прямо в этой туманности. Так, стой, вот тут звезда. Красный карлик. По факту, по факту, что мы имеем. Горячая пустынная субтерра. Ну что же, давайте отправимся на нее. Ну, как бы здесь не очень. Я бы посмотрел на все эти прекрасности, знаете, с планеты, где есть атмосфера. Хотя бы атмосфера. Где есть смена дня и ночи. Так, холодная пустынная супераквария. Н2СО2. Что у нас по солнечным суткам? 11 часов. Ну что же, в принципе, я думаю, это хотя бы более-менее планета, которую мы сейчас с вами сможем посетить. Давайте сразу где-нибудь на практически ночную сторону опустимся. Так, это все мы закрываем. Это нам не нужно. Я как бы боюсь, сейчас бы здесь не наступил бы рассвет. Да, здесь наступает рассвет. Сейчас, подождите, мы тогда на ночную сторону с вами перелетим. И пролетим даже на корабле. И посмотрим на эту туманность. То есть, внутри нее. Мы будем внутри нее смотреть на ночное небо. Так, подожди. По-моему, я уже даже перелетел. Вот здесь откроются нам, в принципе, шикарные виды. Только обидно столпов творения не видно. Да, не видно столпов творения. Что у нас по... Подожди, по высоте. Высота 11-20. Так. 33 километра. Отлично. Можно, в принципе, тогда здесь... Давайте запустим наш корабль. Так. Тот мой корабль. Разрушаем. И летим вот на этом прекрасном корабле. Что из этого выйдет, я даже пока не представляю. Берем управление. Запускаем главные двигатели. Запускаем время. Самое главное, чтобы сейчас... Наш корабль каким-нибудь чудным образом не упал на поверхность. Потому что корабли здесь как бы... Ну, кораблями управлять еще пока не очень. Так. А главные двигатели запущены? Запускаем. Запускаем главные двигатели. Отлично. Так. Ого. Стой. Аль момент. Мне очень нравится, конечно, вот эта панель слева. Указывающая на то, что у нас это за корабль вообще. Да, здесь бы открылись прекрасные, я тебе скажу, виды. Представь, что ты летишь на каком-нибудь авиалайнере, на самолете. И наблюдаешь вот эти, я не знаю, всю вот эту пыль, газ разноцветный из салона самолета. Блин, обидно, что я не вижу конской головы. По-моему, конская голова должна же быть именно в туманности орел. Тут даже бог с ним. Тут, блин, столпы творения. Было бы намного интереснее. Вот, отлично, я убрал. Ох, it's amazing. It's amazing. Да. Так, подожди, у нас там еще какая-то туманность. Что это за... Подожди, нет, это Млечный Путь, но я понял. Может быть, взрыв сверхновый здесь? Не понимаю. Ну, конечно, я бы даже такие красоты бы, знаете, понаблюдал бы, стоя просто даже на планете. Если бы здесь, возможно, была бы жизнь, это было бы, наверное, фантастично. Здорово. Так, ну что же, наверное, давайте отправимся уже к следующей туманности. Туманность, которую все знают, это туманность Ориона. Полетели. Ну что же, всех с прибытием в туманность Ориона. Кстати, что я говорил по поводу конской головы? Да, именно объект с этим названием находится в туманности Ориона. Вот. Я немножко перепутал. Просил, по-моему, вас поправить меня в комментариях. Туманность Ориона. Очень хорошо видна с нашей планеты Земля. Туманность очень. Достаточно большого размера. Посмотри, она красива. Даже я в свой небольшой телескоп наблюдал ее. Да, конечно, человеческий глаз не может в темноте воспринять цветные краски. Но даже смотря в телескоп ночью, я видел серые оттенки именно вот этой туманности, вот этого пятна. И это очень здорово. Расстояние 1344 световых года. Но мы с вами преодолели этот барьер. И давайте подлетим ближе. Добро пожаловать вновь на борт. Да, здесь просто фантастично. Особенно наблюдая это все с нашего... Простите, авиалайнера. Борт рейс номер один, межпланетный. С каналом Skytop Games. Это просто нереально фантастично. Вот сейчас, что мне именно не хватает? Мне не хватает именно VR. Я бы с VR здесь, не знаю, застрял бы, наверное, на целую вечность. У меня даже от таких красок и оттенков, что здесь мы видим, от того, что у нас поверхность планеты формируется, преобразовывается... Блин, у меня даже просаживается игра. Просаживается FPS. Да, здесь даже днем будет видно все те красоты, которые мы видели с вами издалека. Давайте сейчас, знаете, что сделаем? Мы с вами оставим этот корабль здесь, в покое. И просто пролетим над планетой. Я нашел эту планету рядом со звездой Ориона. Не помню точное название, но отсюда были бы самые фантастические виды. А знаете почему? Потому что эта планета находится в самом-самом центре туманности. Да, это здорово. Невероятно. Я даже сейчас, знаете, что сделаю? Я, наверное, сделаю посадку на эту планету. И перемотаю время, дабы посмотреть вообще восход и закат на этой планете в туманности Ориона. Давайте посмотрим на небосвод. Можно, наверное, чуть медленней. Да, я прям чувствую, у меня просаживается фпс. Я вижу розовое небо. Посмотри, видно проглядывается туманность. Остановим. Чуть-чуть остановим. Здесь было бы, знаете, все время, наверное, светло. Даже ночь. Но даже из-за того, что... Потому что у нас неподалеку... Так, а, это луна. Я думал, это еще какая-то звезда неподалеку. Ух, фантастика. Да, здесь было бы очень ярко. Здорово, согласись. Вот это пейзаж. Вот это действительно... Самый, что ни на есть, красивейший пейзаж, который я только, наверное, видел... Нет, ну, конечно, я видел более интересные пейзажи в Space Engine. Но таких вот я не видел очень-очень давно. Вот звезда Ориона. Да. А, еще одна. 43 Ориона Хип 26235. Я так понимаю, с горячего газа и всего прочего, вот этих... Вот этой пыли... Здесь было бы довольно-таки очень ярко. Блин. Это невероятно. Здорово. Я даже не знаю. Меня это очень-очень завораживает. И не знаю, будем ли мы посещать в дальнейшем еще туманности. Потому что я не могу просто даже сейчас оторвать свой взгляд от всего этого, что ты видишь. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилась данная серия. Я, конечно, мог бы ее записать намного длиннее. Но, как я вам обещал, тематика, как у этой серии, будет разделена на 2-3 части. И мы с вами еще разглядим самые прекрасные, самые красивые места во Вселенной, в Галактике. Млечный Путь, а в дальнейшем, ну, по крайней мере, на мой взгляд, если у вас есть какие-то задумки, какие места нам посетить в следующей серии, самые красивые места, пишите мне в комментариях. Ну, я надеюсь, что ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал, нажмешь колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока, новых открытий.